14 марта Министерством спорта и туризма Беларуси даны рекомендации перенести проведение соревнований для детей и подростков пока на неопределенный срок. В Минспорте разработан комплекс мер по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции. Тренировочные площадки и базы, где осуществляется подготовка членов национальных и сборных команд, находятся под наблюдением специалистов. Несмотря на эпид-обстановку, тренировочный процесс многих спортсменов продолжается. На этой неделе Новополоская школа воднолыжников начала тренировки на открытой воде. До открытия сезона на озере Люхова велись работы по подготовке инфраструктуры воднолыжного стадиона. Выставлены слаломные и трамплинные трассы, а также произведена расконсервация катеров. Стоит отметить, что тренировки в межсезонье не прекращались. Проходили в бассейне, акробатическом и тренажерном залах. В сегодняшней ситуации в мире и у нас в стране по поводу пандемии, конечно, мы сделаем коррективы в учебно-тренировочном процессе. Однозначно, что соревнований европейского мирового уровня будет меньше, если не сказать больше, вообще может и не быть. Мы перестроим, конечно, нашу работу. Будем делать больше акцент не на соревнования, а, скажем так, на разучивание новых фигур, значит, оттачивание техники для будущих программ на следующий год. Будем работать с прицелом на следующий год. Среди тех, кто вышел на открытую воду, Александр Михайлов. В однолыжном спорте уже 16 лет. В главном старте чемпионат Европы за электротягой стал победителем в фигурном катании и оказался на первой строчке основных соревнований 2019 года. В ближайших планах только победы. Естественно, работа, основной мой вид – это фигурное катание. Главное, в первую очередь, это работать головой, техника, а остальное уже все придет. Главное – не отчаиваться, стремиться вверх, и все получится. Сложная эпидемиологическая обстановка изменила планы многих спортсменов касаемо подготовки и участия в состязаниях, в том числе и мирового масштаба. В разных странах к мерам профилактики подошли по-разному. Например, в Италии тренировки временно прекратили. На данный момент все находятся, и спортсмены, и все национальные сборные на карантине. Ожидают 3-го числа по решению правительства Италии. Должны будут с 3-го или 4-го мая возобновлены тренировки национальных сборных в закрытом режиме, под присмотром врачей. В Беларуси Министерством спорта и туризма во взаимодействии с Минздравом организовано медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, вернувшимся из-за границы. На данный момент выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены. Глеб Рокофьев, Артем Таваков, телеканал «Звезда». Субтитры создавал DimaTorzok